У нас на самом деле этот код, да, вот этот первый, мы очень сильно, ну, меняли все, да, мы подстраивали, мы видели, какие вопросы, то есть, и поэтому, запуская линию, вот, мне кажется, сегодня, когда вы все говорили, мне кажется, нужно начинать с какого-то короткого времени, ну, ограниченного, да, не сразу, вот, там, 24 часа, круглосуточно, ну, не знаю, это мое личное мнение, потому что, да, плот, потому что будет много, какие-то вопросы не будут знать, будете начинать нервничать, а как-то вы не знаете, вы же сказали, что вы должны это все знать, да, ну, то есть, сразу, чтобы, опять же, репутацию фонда, а как мы знали, я всегда говорю, фонда есть единственный капитал, это репутация, нам больше вообще ничего, да, все деньги принадлежат не нам, все, у нас нет ничего, у нас есть репутация, поэтому это тоже важный вопрос, и мы подстраивали, какие-то вопросы не знали, да, какие были, вот профилактика выскучила, потом мы поняли, что вторичная профилактика общения, никто не говорит, и нам нужно об этом говорить, да, еще какие-то вопросы, это постепенно, вот, оно выражает. Важно, мне кажется, сказать про то, что, ну, нельзя лениться записывать, с чем они звонят, это нельзя, потому что это вам дает, на самом деле, картинку, и вылезать какие-то неожиданные вещи, например, как вторичная профилактика, кто бы знал, но если вы аккуратно записываете, вы это видите очень хорошо, надо обязательно делать. А если не секрет, какое количество вопросов вы посчитаете, с лесообразными, это зависит от ваших целей, знаете, если вам нужно только посчитать, из каких они городов, мы будем спрашивать, из какого вы города, а если вам надо спросить, а вы, у вас сколько времени прошло, с тех, кто, например, фонд нам сказал, до двух лет и после двух лет, это сильно большая разница, представляете, там, если вернуться на предыдущий слайд, там, где они... Вот, два центра, девять, что-то здесь, не помню я этих цифр, ну, посмотрите, те, кто больше двух лет, половина меньше людей, а они лежат, они лежат, эти люди, и они встают, скорее всего, потому что уже больше двух лет прошло, и проблема застарелая, и что с ними там происходит, то есть здесь, по-хорошему, это стратегия фонда, куда они целятся, они целятся на всех, на большую аудиторию, на профилактику, на информирование, или они целятся на конкретных пациентов, здесь это будет видно. Ой, извините, а можно еще, а скажите, а среднее время вы считали? Да, мы считаем среднее время, но, честно говоря, на обе инку мы не считали, мы на онкологию себя на ясном утро считаем, где-то 16 минут, в среднем длина. А вообще максимально как-то ограничено это вот? Если работает психолог больше, чем 45-50 минут, мне неэффективно, поэтому длиннее мы стараемся не рекомендовать, если только это не кризис, не суицид, но технически наши, Ростелекома, всякие МТС, разрывают разговор после 60 минут, поэтому мои консультанты, например, знают, что мы должны их предупредить, что сейчас может разорваться, пожалуйста, перезвоните, а дальний регион через 30 минут разрывают, некоторые операторы. Поэтому это важно принимать, чтобы там не... Нужно дурацкий вопрос, не дурацкий, на самом деле, очень такой специфический, по типам запросов. Вы говорите, вот я же слушаю разговоры, перезвоните, вот давайте мы сейчас решим самую острую проблему, а вот с этими вопросами, как быть дальше, вы перезвоните, вот успокоитесь, завтра мы бесплатно, мы вам всегда ответим, наберете, вот у нас, например, обезболивание, вы сейчас говорите, обезболивались, а дальше решите, куда, как вы специалисты обращаетесь, вы что-то практикуете, да? Это мы, называется фокусировка запроса, да? То есть если к нам позвонить, чтобы и юрист ему, и вообще там, и купить дом, и я не знаю, что еще, чтобы милиция приехала, все сразу, да? Мы все равно, телефон-то очень ограниченная вещь, мы находимся далеко, и максимум, что мы можем это дать информацию, подержать, послушать, сказать, мы всегда здесь позвони еще раз. Поэтому нам нужно определить самое главное, что сейчас важно, да? Да, это вопрос психологический, на самом деле. Я не знаю, что в зависимости от того, когда звонит абонент, если это абонент состояния шока, то он вообще не знает, что спросить. И тогда мы ему рассказываем о ритме действий, он соответственно объяснит, соответственно формирует запросы, потом он их формулирует, и мы решаем. Вот, когда вы решите ответ, мы будем позвонить, мы сможем сформулировать еще запросы. Если это люди, которые столкнулись с инсультом длительное время назад, то у них уже сформулирован запрос, и они вот четко, мы хотим реабилитацию, или мы хотим решить вопросы по уходу, допустим, или по организации среды. Они уже зарастили этот вопрос. И то есть, на данной линии это так обстоит. Люди с пункти запроса не часто занимаются. Но мы их фокусируем. У нас фокусируем. И что же самое главное? Больше, я могу сказать про свой опыт работы с линией, удивил возраст звонящих, что у нас больше всего звонков, а это 31-40. Мне казалось, что это будут только пожилые люди нам звонить, потому что только они же звонят на телефон. Но мы не берем, когда обезболим, у нас все-таки совсем пиковая, это как 9-10. Вы как 0-3 по большому счету. У нас немножко другая ситуация, в принципе. Но внутри все-таки отдельно, это первее, чем мы. И поэтому я не может быть звонить взрослые и пожилые люди, но оказалось, что звонят очень даже молодые люди. Вот, если телефон, для них... Конечно, и потом я начала анализировать, но это мое мнение, что да, в интернете очень много информации просто, да, и ты тут посмотрел, там, а кому-то, кому верить, да. И когда люди считают тебя уже экспертом, там фонд, да, знают, например, то они уже просто, может быть, поэты, на самом деле. Подожди, но у пользователей интернета какого возраста это? Они вот как раз такого возраста есть. Это рост для тех, кто... Они же могут в интернете это все прочитать, но они же звонят. Я буду прочитывать. Действительно, информации очень много. Понятия какая... Ну, мне так казалось, что мы молодые люди, они заходят в Google, уже находят. И по-моему, и по-моему, и по-моему, и по-моему, и по-моему. 200 тысяч страниц... Женщинам легче позвонить, мужчинам легче разбираться правильно. Звонят больше женщин. Это просто... Здесь, вот смотрите, здесь я хотела прокомментировать вот это. Мне тоже я была очень удивлена, когда у меня это вылезло, когда я это не посчитала. Я хорошо помню. Я думала, о чем это, да? Это... Мне кажется еще о том, что ваша аудитория относительно молодая. Ваши акции, они профилактические, то есть они касаются больше молодежи, чем молодежи. Это дети тех людей, которые слегли. Это пользователи интернета, которым, да, ну, вряд ли за 6... Ну, меньше за 60, чем до 60. Поэтому это, ну, натуральная штука. Мы сейчас, притом, мы... После того, как я начала это считать, мне все-таки не очень нравится. Статистически слишком сильно выбивается эта цифра. Мы сейчас немножко улучшили вопрос с возрастом. Мы, может быть, подачу уточним ее попозже. Но это про то, как вы достаете вашу целевую группу. И вы цельтесь, опять же, цельтесь на всех, цельтесь на пациентов. У нас был такой интересный опыт с инкологией, с нашими номерами. Мы связались с одной газеты, которая то ли «Сельская жизнь», «Сельская Русь», как-то так она называется. Мы с нас круче, они меня сейчас тут тоже написали. Слушай, они... Я говорю, а какой у вас сайт? Дайте посмотреть, что за газет. Слушай, а нету сайта. Я говорю, а как вы живете, если у вас нет сайта? Ну, у нас как подписчики 20 лет нас выписывают в деревнях, так они и выписывают. И мы с ними сделали профилактический материал, ну, там материал про онкологические заболевания, что важно там, когда раньше начинать лечиться. Нам был офигенной отдачей. Это было как раз за 60. У нас это те люди, которые интернетом не пользуются. Какая газета? Я не могу. Что мы там? Крестьянская. Крестьянская. Семь с четыре тысячи, да? Вот они тоже. Да. Они каждую среду. Даже не слышишь. Каждую. Ну, потому что вы... Сейчас посмотрим, как работает на нас. Мы сейчас готовим этот материал, и вообще... Мы сообщим, когда он будет, спасибо. Но, с другой стороны, вот для нас, для меня лично, вот это очень хорошее показание, потому что мы, правда, очень стараемся рассказать всем о том, что инсульт молодеет и стараемся сфокусироваться на молодых. Я понимаю, что нельзя уставлять любых людей и все, но они все-таки ходят к врачам, им как-никак оказывают помощь, что-то рассказывают. Молодежь вообще думает, что это вот со мной будет в 90 лет, и еще не факт, что будет. Это как грипп, это у всех. Есть такие мифы, и поэтому нам очень хотелось вообще, в принципе, деятельности фонда больше фокусироваться, чтобы вот эти люди нас заметили и нас услышали, скажем так. Поэтому это, в принципе, мы, в общем, идем по правилам. А еще можно? Да, по графику. А вот та статистика, которую вы приводите, это уникальные абоненты, которые звонят? Или не уникальные? Нет, это звонки. Вы просто считаете количество звонков, а вот уникальных звонков? Мы их тоже видим. То есть, грубо говоря, карточки, которые выскакивают в оператор, то есть, он понимает, что, допустим, человек перезвонил, там, час ему мало, получаса ему мало, ему нужно больше. Нет, мы считаем, что это... То есть, карточка какая-то по пациенту? Это вы как CRM, говорите, мы не пользуемся CRM в этом случае, потому что мы работаем в один конец, то есть, только они нам звонят. Мы им не отзваниваем, и каждый раз, когда они приносят нам вопрос, мы с ним работаем. То есть, для того, чтобы нам в очень редких случаях нужно знать, что было до. Если нам надо, и очень сложный случай, мы там запишем его, там, в последние пять цифровых номера телефона, и сможем его идентифицировать. Но это очень маленькое количество вопросов. Это горячая линия, это не... Это вот, как мы говорим, это не инпашив, это шерпотреб. И вот в этом очень сильно различаются... Это не задача, задача инпашива. Это уже фонд. Инпашив — это фонд. Да, как конкретного человека вывести из этого его деревни в революционный центр. Купить ему там такси, чтобы он там уехал. Это уже инпашив. А горячая линия — это на объем. Поэтому здесь будет всегда количество обращений. Причем мы можем считать количество повторных обращений, и чем их больше, значит, все больше доверия. А еще можно вопрос? Да, вот у вас указано возраст, номер 18, 18-25, то есть вы дети. Дети? Вы знаете, вы не взаимодействуете. А? Какие вопросы, как вы с ними взаимодействуете? Ну, если вы посмотрите, их там очень мало просто. Молодежь. 22-30. 22-30. У меня, я думаю, возраст 80, и возраст детям... Смотрите, мы же стараемся лишь не нагружать человек, который позвонил, информация о нем. Мы же не просили номер паспорта. Поэтому, когда у меня консультант заполняет звонок, ну, журнал звонка, мы его спрашиваем, как вы думаете, какой возраст? То есть если он знает, какой возраст? То есть это по ощущениям. Если звонил ребенка, она поставит номер 18. Так, дальше. Кто звонит, да? В Минсульт тоже попадаются некоторые звонки, и удобно, что Ольга знает, куда перенаправить, когда-то провести, когда-то экологии, или там, вот, остальные сервия. Ну, здоровых людей, ну, это тут и родственники, что, конечно, попадают. Но в основном, в предыдущем видео, что очень много профилактики интересуются. Здесь, мне кажется, важная цифра, был врач-социалист, да? За эти цифры, мне кажется, нужно следить, потому что доверие среди персонал медицинского, ну, и среди медиков, вот это такая крутая важная штука, над которой нужно работать. Да. Для вас будет важен P.R., если вы будете... Ну, наша СМИ-то большая, какими... Страшные цифры, ну, а что это цифры? 5 миллионов сейчас. Очень не хватает нам P.R., у нас малых звонков, мы считаем, и этот год мы выиграли президентский грант на развитие линии, и вот сейчас активно занимаемся именно продвижением максимальной линии, потому что нам хочется, чтобы люди, они знали, звонили. Вот. Не все срабатывает, но там КАП сделал с нашей линией газету «Ведомости», вышло по полу, у вас и 7 выпусков, звонков вообще нет. Ну, то есть... По сути, дожди? Да. Ну, писать там, это вообще никак не сказано. За год поступило 5000 звонков. Ну, в этом в два раза точно больше. Мы должны в программе 9500 подъявить. А, ну, будет? Да, и мы на это работаем. Ну, в принципе, я говорю, 9500 тысяч человек с этим делать. Живут 7 миллионов у нас, в России, и с таким делать. 7 миллионов человек. То есть, это огромное количество людей, они просто еще пока нас не знают. И задача фонда вот у нас сейчас конкретно на пиаре сконцентрироваться. Потому что, если касается боли, когда у человека болит или родственники видят, они начинают искать. А когда они просто переживают, не понимают что-то, они думают о том, что вот где-то есть телефон, его можно найти там в интернете везде, на котором можно позвонить. То есть у нас не такая острота вот этого момента зачастую. Да, они когда-то вот где-то узнали, увидели, а, ну да, у меня реабилитацию бы хорошо. Чаще с этого начинается. Мне кажется, это очень эффективный инструмент помощи. Потому что координатор наш не мог ответить на такое количество вопросов, как есть. И все равно его ресурс был ограничен. Сейчас эта помощь гораздо эффективнее. Благодаря именно линии, и фонда работы. То есть какие-то акции, мероприятия. То есть ее можно использовать не только вот очень узко. То есть надо смотреть на это шире. И это мы поняли только за этот год. То есть начало мы не помнили планы. Теперь мы стараемся на все наши акции. Какую-то информацию давать аппаратам. Расскажите вот это. Это всегда очень гибкий момент, что можно доносить до людей. Вообще все, что угодно, все, что вы хотите, вы можете доносить до людей. Про социальные изменения я теперь спрошу. Как ты замечаешь в обществе? Меняется что-то по отношению, например, к фонду, потому что есть горячая линия? Или в отношениях где-то там про консульту, например? Ну, мне кажется, просто линия в самом возникает мнение, что какой-то эксперт, какой-то эксперт в связи с фонда линия, если есть специалисты, особенно есть там медики есть на линии, то это вообще сразу замечает очень очень правильная линия, на которой есть медики. Конечно, мы не отвечаем на вопросы лечения, а вот еще какой-то вопрос мы сегодня даем, когда я с вами прияла статистику, мы с вами обсуждали с координатором нашим, что люди часто звонят и приходится врачу просто разъяснить диагноз. Они вообще не понимают вообще, что с ними произошло. С ними даже в больнице никто не покупал с инсультом. Пейте там таблетки, мамы, мамы, кто это сделает, все, домой. На 14 минуты. Неужелательно. Даже 21 сейчас не держит. И все. И человек даже не знает, а что произошло, какие-то последствия почему он помнил все, не помнит только алфавит. Почему? То есть, очень часто же люди вообще думают, что это не факт. 80% людей даже очень образованные, которыми я говорю, что я занимаюсь инсультом, мне говорят, а, нет, 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 нет. А еще и называется сердечно-сосудистые заболевания. Ну и сердечно-сосудистые, да, туда же. Ну и по поводу социальных эффектов для нас важны любые каналы подвижения симптомов инсульта и все, что связано с профилактикой. Помимо помощи родственникам, все остальное. Поэтому это еще один очень эффективный канал, чтобы людям еще раз напомнить, вы знаете симптомы инсульта, а если знаете, какие они симптомы инсульта, и опять же, поскольку мы себе даже в пластической сессии поставили такой план по тому, сколько людей в России должны знать симптомы инсульта, то для нас потом это будет возможность линии, например, спрашивать, вы знаете симптомы инсульта, а какие они, да? И мы можем так собрать статистику. Мы уже сегодня все включили. Вот. То есть еще вопрос. Конечно. Вопросы, да, для кого-то и еще вопрос проще перезвон. Мы же в принципе это ввели, что если человек хочет, если у него есть такой запрос, то мы перезваниваем. Если он позвонил, не дозвонился, да, в каких случаях перезвон? Ну и раньше у нас есть два вида технического решения, то есть либо человек может сказать, мы ему говорим, вы не дозвонились, например, оператор занят, если, например, клик там на первом канале показал. Если вы хотите, чтобы ему перезвонить, нажмите один. То есть требуется действие от абонента. И тогда заказывается автоматический перезвон, который возвращает автоматически ему дозваниваться, соединяясь с консультантом в течение полутора часов перезвон происходит. Ну, например, у нас есть одна из линий, которая номер телефона отличается на одну цифру от какого-то банка. И там нецелевых звонков бешеное количество. Оба номера очень старые и наши партнеры не хотят его менять, хотя они думаю, что огромный кучу денег тратят на нецелевые звонки. Если, например, изначально мы начали предложили фонду, например, пусть они заказывают если им нужен перезвон, мы поняли, что там не очень большое количество нецелевых звонков, номер телефона свежий, ни с чем не совпадает, удачно выбрали. Поэтому сейчас все, кто не дозвонился, автоматически получают перезвон, если он не дозвонился. Мы спрашиваем, здравствуйте, вы нам звонили в горячей линии обе, чем мы можем вам помочь? А, например, там, где с банком вместе, там стоит, нажмите один, если вы хотите, чтобы мы вам помогли таким образом, мы не тратим силы на разговор с нецелевыми людьми. Это уже бывает. То есть там это вопрос технической доступности такой настройки. Но это, на самом деле, очень классная штука, которая, во-первых, помогает нам потерять звонки, а во-вторых, она нам сглаживает пики. Например, если вышла бы какая-то статья на телевизор, там полбанула телефон несчастный на 2000 звонков в час, там все равно невозможно к себе. Я, Крила, смотрю на фон Веры, ну ладно. Ну, это все равно хорошо, потому что реклама этого номера, даже если они не звонят, это все равно, да, какой номер есть? Он там магнитиковый, я надеюсь, выпущенный магнитик, да? На холодильничке у него не надо взять. Да, магнитик, он у нас теперь лояльник. Это хорошо. Это не другое, вы видите, прогресс. Ну, это просто номер телефона это то, что есть всегда. И на самом деле довольно важно, чтобы он не отключался и чтобы он был всегда, потому что тогда человек знает, окей, через год я позвоню, как на ясное утро и люди звонят, у меня пять лет назад был рецидив, и мне помогли, у меня сейчас опять, да? И они знают, что мы есть, вернее, вы есть, извиняюсь, ну и мы есть, они есть, И вот эта стабильность, когда эти номера не прыгают из фонда в фонд, и когда это не какая-то однодневная штука, когда энтузиаст открыл, например, да? Открыть телефон это уровень, тьфу, открыть аккаунт, заплатить тысячу рублей, у тебя телефон есть. А это вот, ну, кроме реноме фонда, это еще и стабильность для пациента. Он знает, что он сюда может вернуться. Ну, тоже, надеюсь, что там, вот, делал пост, ну, там, стул, 13 человек перепостил, он говорит, нет, никто не звонил, я говорю, ну, может, сейчас не надо? Может, они все-таки записали? Это накапливается, совершенно точно. Постепенно, да, количество звонков растет, хотя мы переживаем, что это не так много, и я уже, это уже и с Александром Петровым поговорила, говорю, давай, пожалуйста, поговорим про линию. Напомню, мы уже говорили, но все-таки надо людям напоминать, как-то и максимально распространять эту информацию и фонду в друг а в друге, потому что все равно люди звонят очень часто и ошибаются, путают, все равно надо знать, куда их отправить, в том числе на чужие линии.